5-6 случаев заражения энцефалитом и до 200 случаев боррелиозы ежегодно регистрируют в регионе. На первый взгляд, безобидный клещ может стать переносчиком опасного недуга. Основная мера профилактики – вакцинация. Прививку нужно повторять каждые три года. Защитить от энцефалита может и иммуноглобулин. Его вводят после укуса клеща. Впрочем, прежде чем получить дозу препарата, клеща нужно исследовать. Его вводят, действительно, в случае присоснования клеща. Но, надо понимать, что это может произойти неоднократно за лето. И, конечно, вводить такие серьезные препараты каждую неделю не есть полезным для здоровья. Соответственно, рекомендуем сначала сделать исследование клеща. И только если он положительный, то в этом случае, именно на антиген клеща, клещевого энцефалита, в этом случае провести профилактику. Самое важное – сделать укол иммуноглобулина не позднее четвертого дня после укуса клеща. Поэтому паразита важно как можно быстрее сдать на исследование. Делать это нужно правильно, собрав все части клеща. Кроме того, важное условие для корректных результатов исследования – влажность клеща. Постарайтесь сохранить его влажность. Для этого мы рекомендуем в баночку с закрытой крышкой класть кусочек ватки, не листочки. Кормить его не надо. А вот именно кусочек влажной ватки, чтобы он сохранил свою влажность. Потому что, когда привозят сухие клещи, там, как правило, не всегда достоверны результаты. Своевременное исследование клеща поможет защитить от переносимых им инфекций и свести вероятность осложнений к минимуму. Если у вас нет возможности сдать паразита на анализ, вам необходимо внимательно наблюдать за своим состоянием. Любое недомогание в первое время после укуса – повод обратиться к специалисту. Следите за собой. В течение трех недель измеряйте температуру утром и вечером, потому что инкубационный период в основных клещевых инфекциях составляет три недели. И вот в течение трех недель появление симптоматики подобной ОРВИ, надо обязательно врачу сказать, чтобы был факт присасывания. Головная боль, высокая температура, слезотечение – все это может быть симптомами заражения энцефалитом, если до этого вас укусил клещ. Важно вовремя обратиться к врачу, так как болезнь приводит к тяжелым и необратимым последствиям. Исследовать клеща на инфекции можно в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Сарова. Клещей принимают с 8 утра до 4 вечера. Кроме выходных и праздничных дней по адресу улица Духова, дом 22, телефон 7-71-62.